добрый день дорогие друзья всем большой привет это максим квитковский мы давно не обновляли наш блог на ю тубе давно не записывали эфиров действительно последний раз это было еще в феврале конечно времени прошло много и надо надо это сделать даже в нынешних условиях жизнь продолжается и не падаем духом соблюдаем конечно все правила стараемся беречь свое здоровье тем и здоровье близких разумеет здоровье окружающих чем быстрее мы тем лучше мы будем соблюдать эти правила тем быстрее мы конечно выйдем из этой истории я по крайней мере верю что все это но если не прекратится то хотя бы утихнет и мы вернемся к нормальной жизни дорогие друзья говорим конечно же о цска о футболе и самое главное это то что чемпионат будет доигран на что я очень надеюсь да ну что решение принято что доигран будет чемпионат известно что не все хотят его доигрывать по-прежнему хотя решение принято но я надеюсь что футбол победит здравый смысл победит и я изначально если вы помните да читали то что я писал все это время у нас на боб сокере изначально гнул такую линию до выдерживал линию что доигрывать необходимо вне зависимости от турнирного положения той или иной команды потому что это символ того что футбол жив что мы живы что все хорошо что жизнь продолжать что мы не застыли я не согласен с теми кто считает что не стоит сейчас играть что это опасно безусловно опасность есть во всем сейчас если работает метро если работают предприятия если подойти к доигровки возобновлению сезона с полной ответственностью из и выполнять то что прописано в регламенте в обновленном они сейчас тоже отдельно расскажу то мы доиграем да наверное будут какие-то срывы случаи но я думаю что они будут единичны они не помешают довести сезон до конца спортивный принцип должен всегда побеждать каждый получит то на что наиграл кстати говоря вот и судейские ошибки грубые судейские ошибки которые были в этом сезоне да когда 22 тура сыграны их ценность гораздо выше получается да то что натворили судьи в этом году чем когда 30 да и вообще не делал не только в этом а дело в том что все должно быть по-честному и я не думаю что кому-то понравится когда говорят коронавирусный чемпион коронавирусный там участник лиги чемпионов спаслись от вылета только потому что вот этот коронавирус появился я думаю что вряд ли кому-то это нравится а тем кто не хочет доигрывать ну что я могу сказать могу сказать что если вы не хотите играть футбол вам наверное чем-то над другим заниматься понятно что есть риски но обеспечьте чтобы минимизировать эти риски я читал регламент обновленный который заслали в клубы я вам могу сказать что там но прописано абсолютно все если четко ему следовать не нарушать то все будет нормально я если я сейчас начну перечислять различные нюансы то это займет очень много времени просто и мы открыл ну придется отклониться достаточно серьезно от тех тем которые мы запланировали сейчас вот обсудить с вами их немного наверное выпуск будет не не очень большой как обычно но просто да вот в таком формате решил сегодня с вами пообщаться чтобы вы меня услышали тоже чтобы но в жизнь жизни делать ничего не меняет все будет хорошо переживем мы это я тоже стараюсь соблюдать самоизоляцию стараюсь хорошо себя вести как законопослушный гражданин и вам этого же советую чтобы мы с вами вернулись поскорее на трибуны да пока придется доигрывать без зрителей я вам больше скажу придется доигрывать вообще без тоже средств массовой информации на трибунах путь это пишущие журналисты комментирующие ну чем бы мы не занимались мы не будем ходить на матче сейчас это прописано тоже в регламенте будем общаться по телефону как я вот сейчас общаюсь по видеосвязи постоянно связи с игроками и с тренерами и с руководителями клуба поэтому здесь проблем нет хочется на матч мне тоже очень хочется знать как соскучился ну я понимаю что если так надо значит потерпим значит будем ждать пока не откроют трибуны пока вот так к сожалению могу вам сказать что запрещены все съемки и внутри стадиона и то есть только съемка матча самого футбольного но официального да когда идет игра только съемка матча операторами основным вещателем там один комментатор по моему на матче 2 еще человека него помощника да кто-то берет flash интервью причем там на расстоянии минимум два метра тоже это тренеры до матча по моему и после и может быть герои матча там из игроков один да и все больше ничего вот вы увидите когда сезон возобновит что это так больше не кого в регламенте четко указано что во время матчей все находятся в трех разных зонах это три зоны зона 1 она называется чистая зона зона 2 называется зона трибун и зона 3 называется наружная зона вот сделано так что практически не пересекаются люди в этих зонах общее количество там 100 с чем-то человек получается всего всего людей на трибунах и на трибунах вообще в чаши стадиона то есть все очень строго все очень четко продумано и если вы скажете кто же у нас такой умный все это продумал я могу сказать никто потому что взяли мы взял рфс это из бундеслиги правильно сделал немцы всегда были очень продуманные очень грамотные в этом плане и подстраховываются хорошо более того наш регламент даже чуть жестче потому что там под 300 человек да здесь то есть чем-то но по 200 может быть но это там на конец игры примерно да там одновременно столько народу может находиться но они опять же друг с другом там не пересекаются минимальное количество людей поэтому не буду долго расписывать но поверьте мне что лишних людей действительно там на матчах не будет даже детей тоже не будет и футболисты выходят без детей на поле без рукопожатия без вампилов там никаких не будет фотографий перед игрой команды и даже мячи вот опять же подают люди которые достигли 18 летнего возраста даже вот так но много там интересного в общем вот такой будет регламент еще раз скажу если его соблюдать если все кто приехал а все кто на стадион попадает во первых должны сдать анализ не менее чем надо за 24 часа до игры и им еще измеряю температуру на входе вот если все это будет выполнено сезон мы доиграем вот я полностью за это и на этом ну наверное обсуждение того что надо доигрывать сезон мне не надо мы закончим а перейдем к той теме да что сейчас происходит в цска что сейчас команде и как команда планирует готовится к обновлению сезона но здесь сразу важно сказать то что цска изначально было за то чтобы сезон доиграть чтобы спортивный принцип возобладал в отличие от некоторых клубов в том числе и клубов из столицы нашей родины от других да в частности локомотив который да ну явно не хочет доигрывать находясь на втором месте причем вот только вскочив на это второе место после 23 тур нет друзья давайте по-честному если вы останетесь на втором месте значит быть вам в лиге чемпионов если нет значит уступите другому все должно быть честно доигрывайте сезон поменяли вы тренера такое вот решение приняли я кстати здесь хочу тоже два слова сказать немножко отвлекаясь от темы может быть что конечно с юрием павловичем сёминым поступили очень некрасиво человек давал результат человек настоящая легенда клуба и то что провернули люди которые ну не футбольные люди которые сейчас руководстве локомотива когда люди случайно попадают футбол люди с завышенной явно завышенной самооценкой вот такие вещи происходят очень жаль юрию павловичу поддержка и я очень надеюсь что он не закончил тренировать что мы его еще увидим даже не сомневаясь в этом он настоящий футбольный человек и все успехи локомотива в принципе связано с его именем но оставим локомотив в стране и вернемся к тому что происходит в цска если вдруг кто-то не следил за информацией я просто знаю что есть люди которые слушают эфиры но не читают новостей таких немного но такие тоже есть я скажу в двух словах буквально первое время все игроки были здесь москве они тренировались на самоизоляции отправляли видео паулина гранера тренеру по физподготовке который тоже первое время был здесь но когда стало понятно что вся эта история надолго я считаю что клуб принял единственно правильное решение отпустить легионеров кто этого хотел по домам пять человек уехала пять футболистов бестрович влашич биел сигурцин и магнусом это сделали пять человек конечно лучше побыть дома в кругу семьи в родных местах магнус она его подруга который с ним уже много лет родила ему ребенка и конечно хочется вот как раз вот в это время да а так бы он был бы разлучен с ней так а так магнус он почувствовал сел от отцом настоящим видел как ребенок растет на его глазах это же потрясающе сейчас они вернутся да сейчас все говорят что зенит молодец и оставил всех и семака если вы читали интервью он честно признал что насильно фактически оставили не хотели они оставаться но пришлось это контракты такая позиция тоже имеет право на жизни возможно в первых ну в первое время какое-то преимущество зениту это даст потому что вот уже вернулись бестрович биел и влашич в четверг и сегодня ночью с субботы на воскресенье возвращаются исландцы к нам сюда в москву это сигурцына магнусом то есть в субботу вот сегодня они улетают и там поздно вечером ночью да где то я не знаю во сколько точно они прилетят воскресенье уже вся команда как я уже писал в общем на боксокере будет сборе концу недели вот да им придется пройти двухнедельный карантин да конечно хочется начать тренировки раньше но раз такая ситуация нужно соблюдать законы да будут пока там индивидуально работать на самоизоляции потом уже команде присоединяться потому что все равно команда плавно входит в этот тренировочный режим да будет входить когда разрешат тренировки я это чуть буквально сейчас вот расскажу я сейчас хотел сказать о другом а теперь давайте подумаем вот о чем дорогие друзья ну хорошо вы удержали игроков здесь насильно фактически они остались вы календарь вообще видели 22 июля должен закончиться чемпионат россии если все будет нормально если 21 июня возобновим 22 июля он завершится уже 2 августа начинается следующий чемпионат россии и там тоже очень много матчей то есть они не успеют они не смогут у них нет возможности не будет возможности попасть в свои страны до середины если я не ошибаюсь чуть ли там не до 16 декабря играем потому что сборная попросила чтобы все равно чемпионат 2021 году завершили пораньше чтобы и время было подготовиться к чемпионату европы поэтому много туров там будет режим просто аховой и там еще супер кубок хотят разыграть 20 декабря а зенита практически да наверняка будет играть там и но вы себе представляете когда они домой попадут эти футболисты и какой у них будет моральное состояние из-за того что они провели ну целый год фактически вне родных стран я не представляю себе как это будет уже люди с ума сходят кто там не может уехать не может переехать к своим ну не знаю я считаю что это просто бесчеловечно вот так вот я скажу а что получится на самом деле посмотрим но вместе с тем надо сказать что позиция зенита тоже изначально было доигрывать чемпионат и это безусловно уважение заслуживает команда идет на первом месте но команде не нужно вот это вот досрочное коронавирусное чемпионство да вот найдите отличие от таких команд как локомотив например поэтому здесь зенит конечно молодец тоже держал свою позицию с самого начала и до конца выдержал ее и здорово что я надеюсь что мы действительно доиграем я еще раз скажу слышал о том что некоторые клубы по-прежнему в частности тот же локомотив до или динамо лоббируют идею не доигрывать по-прежнему хотя решение принято ну понятно что решение будет приниматься наверху но я думаю так что если если объявили о том что будем доигрывать то мы будем доигрывать я не думаю что ну президент рфс и руководители этой организации рискуют своей репутации потому что ну давайте будем говорить прямо пока непонятно да что удалось сделать новому президенту рфс на этом посту и вот если это решение пройдет и если сезон доиграют и все будет по спортивному принципу от дюкова войдет в историю как человек который принял такое решение и обеспечил то чтобы это состоялось это действительно тогда будет достойно большого уважения переходим к армейцем что происходит в прошлый нет в этот вот ну да в понедельник на этой неделе команда сдавала тесты все футболисты кроме тех пятерых сразу скажу я читал да что марио якобы уехал в бразилию на пляже что еще кто то что там один человек уехал или 10 или 11 у цска я не очень понимаю в какой газете это появилось да и кто это вообще придумал чушь собачья сразу скажу 5 человек уезжала марио был здесь все время очень тоже законопослушно все исполнил самоизолировался поэтому приехал в понедельник тоже сдал анализы это касается всех остальных кроме вот этих пятерых да они сейчас тоже да вот ребята уже сдали первые бистер влашич биол и теперь ждем исландцев возвращение все что я говорил поэтому все идет своим чередом все в порядке не переживайте значит планы такие но самое главное сейчас получить разрешение тренироваться я просто не не очень владею вот этой вот официальной терминологией где москва где новая москва где не москва вроде замка дома вроде москва ватутинки да честно говоря не знаю поэтому может быть вы кто лучше знает дорогие друзья вы меня просветите потому что вроде московская область разрешила тренироваться что касается цска вот можно там на базе до тренироваться или что-то надо искать другое что ли я не знаю но пока идея была такая что приступить к тренировкам как только будет разрешение и потом посадить команду на сбор виктор михалович кончаренко хотел сделать так 12-дневный сбор на базе и плавно входить в ну в работу потому что там есть опять же рекомендации рфс потому как входить в работу но понятно что у каждого клуба своя методика но мне понравилось то что вот сказал виктор михалович то что нагрузки должны быть очень так дозироваться и никаких повышенных нагрузок быть не должно я абсолютно с согласен потому что если сейчас их начать грузить так как на сборах например да на предсезонных это будет крах это будут травмы и футболисты очень долго не тренировались по-настоящему ну вот сыграли с уфой когда это было 15 марта и считайте все после этого ни одной нормальной тренировки не было то есть прошло уже на данный момент почти два с половиной месяца ну да вот считать два с половиной месяца без мяча да то есть только в июне наверное можно будет начать такие уже нормальные тренировки я понимаю что возможно зенит подойдет к свежее к первому матчу 21 но пока на 21 он стоит июне там будут на разносить по датам день вправо день влево узнаем как только появится информация конечно мы сразу сообщим и сразу узнаем какого числа конкретно будет игра а потом там шесть матчей подряд через два на треть или через три на 4 приходится играть два раза в неделю вот это будет сложновато конечно и вот к этому надо быть готовым на матче зенитом жизнь не заканчивается каждый матч это три очка поэтому нужно каждый конкретной игре готовится я абсолютно здесь не говорю о том что какую-то соломку стилю как сейчас там могут сказать я знаю что порой говорят об этом заранее нет нет не стилю я думаю что дадим бой зениту безусловно и будет игра с равными шансами там посмотрим кто кого вот неизвестно в каком состоянии команды подойдут я думаю что преимущество своего поля в данной ситуации будет очень серьезным и вообще то что у цска из восьми оставшиеся матчи 6 москве это большой плюс потому что перелеты сейчас это риск лететь рекомендовано летать командам в день игры это я знаю точно это тоже в регламенте записано и поэтому вот вызывают опасения честно говоря у меня две игры особенно в оренбурге потому что я не знаю там вообще условия могут обеспечить безопасного до проведения матчей с точки зрения того чтобы не заразиться я не знаю что там там стадион конечно такой своеобразный скажем так не такой современный мягко говоря да как в москве в санкт-петербурге в казани и так далее и ну сложно будет и плюс если начало матча ранее там придется ночевать это совсем сложно потому что есть вопросы питания вопросы размещения в общем все это если вы помните я изначально говорил о том что лучше конечно доигрывать в одном регионе или ну хотя бы в нескольких потому что поездки в тот же оренбург в уфу там и так далее для клубов но это большой риск не просто риск большой риск я считаю так все равно любой перелет это аэропорт один аэропорт другой и транспорт который предоставит принимающая сторона ну и так далее и так далее там много всего будем надеяться что все пройдет гладко вот мы видим да что немецкие команды тоже в том числе летают и вообще бундеслига явилась настоящим примером думаю что не будет контрольных матчей играть просто не с кем тренируются только четыре команды в москве это цска динамо с локомотива спартак да ну будут тренироваться я имею ввиду до начнут тренировки а если вы помните с кем играть локомотивом динамо или спартаком а с ними вот уже играть скоро динамо и спартаком вообще две игры подряд после зенита но зачем с ними играть это конечно ерунда поэтому к сожалению придется наверное какими-то двухсторонками ограничиваться и так далее вообще еще неизвестно когда можно будет на каком этапе уже приступать вот именно к таким занятиям пока занятия начнутся в группах футболисты будут разбиты на группы а полноценные занятия но времени мало но ничего что сделать придется по-другому никак персонал там весь в масках и так далее и все расписано как дезинфицировать раздевалки как принимать пищу то есть все это теперь по-другому совсем как стирать белье да и так далее все настолько вот все расписано там до мелочей в этом регламенте если следовать ему опять же все будет хорошо главное все были здоровы вот такая ситуация как уже армейцы начнут возобновят сезон посмотрим будем надеяться что хорошо в отличие от того что мы с вами увидели к сожалению после ну вот в этом году официальных матчей которые цска успел сыграть действительно матчи все матчи причем абсолютно которые состоялись после зимней паузы которые успели состояться до другой паузы связанные с коронавирусом ну будем говорить прямо все принесли очень жестокое такое разочарование вылет из кубка от спартака пусть и в дополнительное время но это неважно вылет есть вылет и три матча чемпионата два очка всего из девяти возможных кроме характера команды которые она проявила с уралом когда там отыгрались на последней минуте с ростовом в девятером с тем же спартаком когда был 02 стал 22 мне кажется больше отметить то нечего каких-то футбольные факторы к сожалению не сложились в пользу армейцев игра оставил не очень хорошее впечатление ну и вообще плохо все получилось после возобновления сезона будем говорить прямо я верю что исправит ситуацию верю потому что наше остается нужно всегда верить в лучшее контракт продлен с одной стороны с виктором михайловичем гончаренко это правильно потому что сезон должен закончить он безусловно он его начинал ему его и заканчивать с одной стороны контракт продлен до конца следующего сезона с другой стороны заметим что до до конца контракта фактически остался год потому что следующий сезон если там все будет нормально в середине мая должен завершиться 21 года так что это сигнал я понимаю что никто вам не скажет в открытую что ну тренеру не доверяют каждый доверяют если тренер работает значит доверяют армейский клуб вообще не из тех что вы это прекрасно знаете что заставляет тренера нервничать пока тренер работает ему доверяют но остается всего год и нужно конечно доказывать нужно изменить то что то у тенденцию неудачную отрицательную тенденцию которой наметилась последнее время а тенденция это в том что мало положительных эмоций болельщики получают команда редко выигрывала в последнее время и вот эти победы их надо вернуть если их не будет то не будет ничего больше как вы понимаете сами все прекрасно понимаете поэтому я верю в лучшее и и с виктором михайловичем связанные очень приятные моменты я считаю что он очень здорово начал когда пришел если вы помните команда на момент ухода с луцкого занимала третье место с отставанием от зенита нужно было занимать второе команда с блеском справилась с этой задачей в семнадцатом году в первой половине сезона наверстала то что было потеряно в первой части сезона потерь было очень много игра была хорошая больше всех очков набрала на том этапе потом вышла в лигу чемпионов через квалификацию в лиге чемпионов очень хорошо выступила в лиге европы 1 8 и вообще сезон был удачный тоже два раза заняли второе место и суперкубок выиграли и восемнадцатый год вообще в целом не очень понравился а вот девятнадцатый год целиком и вот это четыре игры вот эти официальные которые успели сыграть двадцатом конечно я думаю что несмотря на то что были в девятнадцатом году яркие матчи и даже полидировать мы успели в этом чемпионате но в целом конечно не думаю что то что мы с вами увидели может удовлетворить поэтому дерзаем будем надеяться что после возобновления сезона все будет хорошо а надеяться надо всегда и верить если не будет да это уже другой разговор там уже будем понимать что дальше что еще произошло ну конечно на прошлой неделе дата это на этой неделе это же было в понедельник 18 числа 18 мая еще на этой неделе кубок уэфа 15 лет и конечно я еще раз вас всех дорогие друзья поздравляю да и такие вот воспоминания написал но всего конечно не расскажешь не опишешь потому что их очень много я общался 18 мая вот этого года сейчас вот в понедельник осенгене ленор чем гиннером долго достаточно с валерием георгиевичем газаевым и с игреками с игорем и кенфеевым и долго вспоминали как это все было это чудо конечно эмоции ну по крайней мере вот по работе до таких эмоций у меня не было никогда я помню все вот до мелочей это было потрясающе я счастлив что судьба дала мне возможность отработать все матчи кубка уэфа с первого до последнего рядом с командой я был единственный кто был рядом с командой все это время ну не считаю понятно игроков тренеров персонала внутри команды из вот представителей сми давайте так скажем был один я все это время это было конечно потрясающе я рад что вот судьба мне дала такой шанс спасибо и вспомнить это все было очень приятно повторим когда-нибудь спрашивают очень многие ну конечно хочется верить предпосылок немного что вообще российский клуб ближайшим обозримом будущем выиграет еврокубок я честно говоря пока таких предпосылок действительно не вижу но ситуация имеет свойство меняться посмотрим что будет дальше поэтому уверен и надеемся кстати говоря еще один на юбилей будет юбилей очень серьезный на днях евгений норчу генру 26 мая исполнится 60 лет и на данный но если бы не евгений норч не было бы ничего не было бы этих побед поверьте мне просто на слово я думаю что вы и сами дорогие друзья но многие адекватные болельщики это прекрасно понимают поэтому тоже обязательно поздравлю это большая дата и личная дата будем надеяться что пожелаем евгений норчу этот день да и вообще всегда крепкого здоровья многих многих лет там работы на благо клуба продолжение работы уже очень много сделано и будем надеяться будет сделано ну уж точно не меньше конечно такой плавный переход к теме нового совета директоров и помощник президента российской федерации член наблюдательного совета веба максим орешкин стал председателем совета директоров а евгений нординар его заместитель еще расскажу что это все значит это значит то что ничего не меняется в плане спортивной составляющей поверьте просто еще раз евгений норч осуществляет руководство клуба роман бабаев его ближайший помощник гендиректор все остается как было и большое дело то что успели это сделать до вот этой вот истории с коронавирусом потому что кто знает как бы ситуация развернулся тогда бы клубу было бы очень сложно сейчас будет работать попроще веб взял на себя вот этот кредит то есть теперь у клуба нет выплат нет долгов это самое главное ну и вообще есть основания предполагать что будет лучше конечно может быть я был слишком оптимистичен когда все случилось но самое главное что у клуба нет долгов и когда клуб зарабатывает сам когда ему ничего не сваливается с неба да как некоторым такое тоже бывает мы это знаем такое происходит регулярно вот клуб умеет жить посредством и будем надеяться что все получится что касается трансфера вы сразу спросите я думаю так я думаю что однозначно этим летом никаких никого не потеряет команда ну практически не сомневаюсь в этом и говорили там про власть и что за ним смотрит да за ним смотрит но сейчас чемпионата европы не будет поэтому уж точно он до лета 21 года там даже никаких мыслей ни у кого не будет кого-то откуда забирать он будет здесь и это не только его касается все будут играть тут и следующий сезон начнем в том же составе что касается приобретений знаю что в первую очередь клуб хочет взять нападающего и может быть попытается это сделать даже ну даже вот сейчас до летом не знаю насколько это возможно и каким будет трансферное окно когда она окроется когда закроется я пока не очень представляю надо ждать информации от фифа у ефа тогда будет понятно но желание взять одного форварда есть что касается деспотовича опроверг роман юрьевич баба и вы это видели мне нравится этот нападающий нравится есть у него да и положительные стороны отрицательные так скажем но я думаю что у любого есть но мне кажется что все таки армейцы ищут немножко друг ну это не их вариант по крайней мере вот на данный момент так а что будет дальше увидим если будет информация конечно есть сразу поделюсь ну вроде мы хотели с вами да ну думали что получится небольшой выпуск тем не менее получилось как обычно достаточно продолжительный по времени видите было что обсудить очень рад был выйти на связь с вами дорогие друзья и самое главное что футбол возвращается держим кулачки чтобы доиграли очень на это надеюсь будут доигрывать только российскую премьер-лигу конечно жалко команды которые все-таки не смогли по спортивному принципу там я имею ввиду торпеды чертанова но посмотрим что там будет схемками да тоже пока непонятно тем не менее все равно хочешь спортивный принцип везде был на первом месте но наверное стоит признать что сложив ситуации не стоило первую вторую лигу доигрывать потому что ну действительно очень сложно но будем надеяться что все получится хотя бы в премьер-лиге даст пример а потом уже дочнем нормально следующие чемпионаты молодежное первенство тоже остановлено цска закончил получается его на втором месте тоже я знаю что есть немножко расстроил ну расстроились молодые армейцы там четыре очка всего было отрыва от динамо отставание точнее которые лидером является на данный момент и вот-вот предстояла бы очная встреча армейцы готовились к ней хотели выиграть до минимума сократить расставание но расстояние отставание ну что есть то есть ничего страшного думаю что главная задача все-таки молодых армейцев не в этом последний полноценный чемпионат молодежный в конце концов выиграл именно цска молодежный вот порадуемся еще раз этому и пожелаем всем желаю всем дорогие друзья еще раз здоровья самое главное берегите себя берегите близких и готовимся к к изобновлению сезона очень его ждем что скоро вот-вот увидим нашу команду пусть пока по экрану на экранах телевизоров тем не менее это уже что-то а потом и все остальное вернется и жизнь вернется нормально и будем выходить на трибуны будем их заполнять и будем болеть переживать за нашу команду поддерживать ее с трибун спасибо большое это был максим квитковский всего доброго